Мальчишки и девчонки, а также их родители. Кухонные истории услышать не хотите ли? Нет, 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 не так. Мальчишки и девчонки, а также их родители, истории из кухни услышать не хотите ли? Всем хорошего настроения, крепкого здоровья. В общем, будем смотреть, что в этом наборе для ухи. Разрезаем, высыпаем в миску. И потом будем придумывать, что мы будем ложить в уху. Топора нет, полена горящего нет. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Сначала посмотрим, что там находится. Ну, если честно, еще и неплохой набор. Половинка головы, ну, такой худенькой, но головы. Пару кусочков хребта. Пузики, которые жирные. Я представляю, какой будет наваристый бульон. Кастрюлька 3 литра. Я думаю, отлично. Потом мы положим туда кабачок, брокколи, укроп. Не знаю, есть свежие, ну, замороженные или нет. Ну, посмотрим. Ну, все. И такой будет овощной супчик на рыбном бульоне. Да, потом... А, лучок еще. А, и морковку. Ну, вообще отлично. В общем, сейчас я ее почищу, чтобы не было вот этой лузги. Не попадалось. Покажу, сколько в кастрюле. Я взяла немножко кастрюльку побольше. Перемыла, очистила от лузьи. Вот, обожаю. Такие вот хребты на рынке, на лесной продавали. Раньше. Ну, какие большие, длинные. По 55 гривен. Но я их, правда, жарила. Купишь или копченые, такие в сельпо-броварах продавали. В общем, я наливаю воды холодной, вложу в лук и ставлю вариться. Не буду сливать воду, ерундой заниматься не буду. С луком она у меня немножко проварится, а потом буду остальные овощи бросать. Ну, и сразу достала говядину. И буду делать ленивые голубцы. Сейчас я ее перемелю с луком. Потом капусту натру на терке. Потом, потом что туда положу. Все, больше ничего. Значит, капусту, лук, мясо сформирую как клетку на противень и запеку. Сейчас пока еще не сильно поздно. Надо перемолоть. Девчонки и мальчишки, продолжаем разговор. Всем вам хорошего настроения, крепкого здоровья. Это обязательно. У меня вчера не было сил это делать. Ленивые голубцы. Я фарш с луком поставила в холодильник. Сегодня потерла на терке капусту и буду все это смешивать. Наверное, еще положу туда яичко для связки. Потом покажу, какие они будут. Такое головокружение немножечко. И слабость, слабость. Еще и с Юлей поругалась. Просто с них того, ничего. Сейчас я вам нажаруюсь. Говорит мне вчера, сделала ты, уберешь горшки? Я говорю, да. Убрала горшки, досыпала песок, оставшийся, но немного. Сегодня утром опять, утром встала, убрала горшок у них. Думаю, а Машка любит же ходить в чистый горшок. Это же для него закон. Так и сделала. Она говорит, почему так мало песка-то положила? Ты что, не могла открыть новый? Я говорю, да нормально было. Я же убрала сегодня уже. Она такая, надо следить, надо, чтобы им было комфортно. Я говорю, да, отстань. Чего ты ко мне пристаешь? Она ходит и бурчит, и бурчит, и бурчит, и бурчит. Я говорю, что ты бурчишь? Отстань от меня. Ну, это так, хихихаха. Потом, смотрю, она поставила чайник и вчера нарезала им бит в банку, чтобы его заварить. Я говорю, тебе заварить? Ну, залить? Отчего я лезу? Ну, человек сам сделает. Нет. Я лезу, она мне говорит, я столько не заливаю. Ты много налила. Блин, опять. Опять медвежья услуга. Что ты постоянно все делаешь не так? Я говорю, не знаю, почему я делаю не так. Так получается. И она мне говорит, все, я с тобой разговаривать не хочу. Я говорю, понятное дело, спать хочешь? Поэтому ты рано просыпаешься. И вот мы с ней просто на ровном месте, на ровном месте поссорились. А сегодня в Гослари в центре продолжается праздник, День города. А нет сил. Нет сил, я выхожу с волчонком сегодня гулять. У меня кружится голова прям капитально кружится. Не знаю. Сначала девочка говорит, я за вами заеду, давайте поедем. Я Юля говорю, ну а если так будет плохо, жара, прям сильно жарко. Что мы там будем делать? Куда приткнуться? Как домой потом быстро доехать? Я говорю, давай не поедем. Делев говорит, ну ладно. Давай не поедем. Сейчас в пол первого. Еще девочка должна приехать, немножечко поболтаем. Так, просто поболтаем. Наш. Украиночка. Все. И будем готовить. Сейчас приготовлю, уже будет время обеда, надо в 12 же измерять. Вот у меня пальчики болят, так сильно вот эти пучки. Юля говорит, давай тебе буду ухо колоть. Будем сухо брать. Сильно. И болят, и какие-то менее чувствительные становятся. Тра-ля-ля. Вот она. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И говорит мне, ты чего мне нервы трепешь, а? Гляньте на нее. Тра-ля-ля. Заходи. Тра-ля-ля. Красивенький? Очень. Гляньте, какие она котлетки сделала. Это говядина помелена. Туда она еще, Лариса. Капусту вот так вот на терке натерла. Лук. И что еще? А, яичко, три яичка. Яичко. И вот сейчас томат. Сейчас мы его водичкой разбавим. Водичкой сделаем и зальем. У нас есть и капуста тушеная. У нас есть там капуста такая, имбирь. Юля, ты готовишься? Почему ты не одеваешься? Сейчас люди придут. А сколько время сейчас? Пол-двенадцатого мне нужно. А, нам сейчас сейчас придут. В пол-перва. Люди в пол-перва придут. А что, я буду так? А потом я буду красить брови. Я сейчас, наверное, возьму брови, покрашу. Вон. Покрашу брови. Приведу себя в порядок. Помоюсь. Надо цветы сейчас я занесу с балкона сюда поставить. Летает какая-то машкара блянская. Я чуть-чуть задолбалась из-за ней маняться. Вот. Люди просят книжки. Я книжки... Что за адрес? Я в сообществе сфотографирую и в сообщество выложу фотографии. И, может быть, Лариса скриншот сделает здесь. Не скриншот, а такого. А, фотографию, ссылку, да. А, сделай. Фотографию здесь сделаю и отправлю в сообщество. Я не умею делать, она сделает. Потому что девочки там спрашивали книжки. Я точно, чтобы потом не везти вас в оман. Ну да, сказать словами это одно, как называется. Это какой-то книжный там магазин, интермагазин. Интернет-магазин. Интернет-магазин. Интер-магазин. Интер-девочка. Точно, что интер-девочка. Ну, закажите. Я серьезно вам говорю. Хорошие книжки, хорошие. Вот. И там этот перевод есть. Ну, все есть в интернете. То, что есть в книжках, есть в интернете. Это вам просто будет, ну как, подсказка такая. А. Так, знаете, кто в интернетом хорошо умеет пользоваться, у кого есть ноутбук, тот, кому, может, и не надо. Ну, а так это... А, ну, если вы... Ну, просто книжка, там какую-то книжку есть книжка. Ну, не знаю. Мы книжку купили. Я вот это сейчас немножко не могу. Честно говорю, ни вообще. Не перестала учить. Вот. Перестала заниматься. Вот это глаза не могу. Во-первых, мне... А, еще. Глаза. Ну, вы слышите, каждый день глаза. Вчера женщина пишет. Вы бесстыжие, такие-сякие, перетакие. Как это вы к учителям обращаетесь, чтобы учителя вам звонили, чтобы учителя были в качестве переводчика. Неужели вы считаете, что мы настолько конченные, настолько вообще потерянные, что будем обращаться... А мне все-таки, наверное, по барабану. Нет, ну я вам говорю, что мы бы никогда в жизни не обратились к никому. Помогите нам. Что значит помогите, ну, учителю? У нее есть своя работа. Она объявила об этом и говорит. Одна и вторая учительница. Что если вам нужна помощь... Это их работа. Их работа. Это, да. И это запланировано. Запланировано. Они потом дают отчет. Она даже на машине тебя может отвезти, сколько километров там. Ну, это все они дают отчет. Им все это компенсируется. Бензин. Все это компенсируется. Джоб-центр. Да, джоб-центр. Все они работают от джоб-центра. Да. Поэтому не то, что она мне будет делать какую-то свою услугу. Это то, что ее работа. Она мне... Я ее буду просить за услугу. А если даже я кого-то прошу, это личное мое дело. Но как она объявила на уроке, что она говорит, в нашу работу входит помочь вам с каким-то переводом. Помочь вам, например, с больницей какой-то, в общем, куда-то поехать, например. На термин. В качестве, да, переводчика, понимаете. Это же не то, что я от себя выдумала. Если человек говорит, что это и есть не работа, то это что, в чем... И девочки еще стали говорить, а как-то и так, если доехать в другой город, она говорит, это... Ну, вот, одна учительница говорит, это другая учительница делает. У нее есть своя машина, ей компенсируют за бензин, она с вами поедет. Я не знаю, как они охотно это делают, и как они, я вот и говорю, что я обращусь. Не знаю, не могу сказать. Ну, не, я видела, как она звонила в садик. Ну, вот, но я же еще раз говорю, на себе я не испробовала, не знаю, как охотно. Может, она скажет, у меня много заказов, я не могу, а она откажет тебе. Я же не знаю, как это. Ель, что-то я выдумала. Ну, я тебе еще раз говорю, я говорю то, что есть, как по жизни. Она скажет, у меня может быть 10 человек, я не могу, а ты 11, я тебе не могу помочь, понимаете. Я же не знаю, я спрошу, не она может мне сделать термин врачу. Если может, пожалуйста, пусть сделает, все легко. Я сейчас тебе... Я не понял, куда ты пошла? Не могу ведра вот пыть. Бумажки кинула? Да, сейчас я попробую томат. Соленый? Да? Юля говорит, давай откроем био. Или будет кислый, или ты не будешь есть такое в томате, или не надо томатом зажать? Нет, сделаем томатом. Какое-то разнообразие надо пищи. Нодичка его хорошо. Положить туда только перчик. Ты имеешь в виду горошком перчик? Да. Ну да, горошком. И лаврушечку. И будет хорошо. А капусту будешь есть? Какой? Которую потушен. А сейчас тебе еще и... Я что буду жарить? Ну, капуста вкусная. Утром завтракала. Классно. В общем, такое. Мне еще погладить надо уже. Длетние вещи. Всякие. Вон. А, сейчас пойду посмотрю. До ливчика. Что? Как мы заказывали? Что я заказала? 115. Надо было заказать. Потому что смотрю... Посмотрела ливчик. У меня 115. Объем. А ты завтра в чем-то беленьком хочешь? Беленьком кофточку беленькую одену. Ну, смотри. Иди пока посмотри. Есть у тебя это или нет. Это я сделаю. И покажешь. Принесешь. Продолжение следует...